Мы сейчас в записи, и сейчас Глеб Петрович Пилипенко представит свой доклад, тему он сдавет сам. Пожалуйста, Глеб Петрович. Да, для начала мне нужно поделиться экраном и презентацией. Так, Максим Максимович, скажите, видна ли презентация? Все видно прекрасно. Замечательно. Тема моего доклада – польский говор в Боснии и Герцеговине. И начну я с такого вопроса, можем ли мы говорить об одном польском говоре в Боснии и Герцеговине, или же речь идет о нескольких говорах, о нескольких диалектах на территории Боснии и Герцеговины. Вопрос этот сложный, неоднозначный. И вернемся к нему чуть позже, а для начала я расскажу о том, на каком материале базируется мой доклад. Прежде всего, это материалы собственного полевого исследования, которое проводилось в селе Челиновоц, община Градишко, Республика Сербская, Босния и Герцеговина, в 2018-2019 годах. Здесь на карте можно видеть расположение. Это север Боснии, недалеко от самого города Градишко, от реки Сава, боснийско-хорватской границы в увеличенном и немного уменьшенном масштабе. Почему же мы говорим о том, идет ли речь об одном главе или о нескольких? Дело в том, что на территорию Боснии и Герцеговины поляки начали переселяться с конца XIX века в рамках политики Австро-Венгрии по колонизации этих земель. И предпочтение, конечно, отдавалось подданным империи католического вероисповедания. Переселялись из нескольких районов польских земель, польских химических земель, где проживали поляки в то время. И прежде всего это Галиция и Буковина. Таким образом, в Боснии появились польские села. Вместе с поляками переселялись также и украинцы из Галиции. Зачастую эти поселения соседствовали друг с другом. Но и большинство было как раз выходцами из Галиции. Но в некоторых селах, в частности в селе Челиновоц, мы находим группу так называемых гуцулов или гуралей буковинских, которые переселяются сюда же в это время. Речь идет об очень интересной группе, которая вот здесь вот на карте показана, миграция. Изначально они локализуются в районе города Чатца на севере Словакии. И там они появляются с конца XIII-XIV веках. Были задействованы две струи. Это переселение. Речь идет о выходцах из Силезии и Малопольши, которые встретились на этой территории со словаками. В начале XIX века эта группа переселяется на территорию современной буковины. Здесь вот тоже флажками отмечены эти села. До сих пор на территории Румынии мы можем обнаружить польские села и выходцев из этих регионов уже современной Словакии. И уже спустя пять-сто лет происходит переселение в Урале на территорию Боснии и Герцеговины. Ну, нужно сказать еще о том, что переселяются они и также за океан. Таким образом, формируются две общины, как говорят сами поляки, сами информанты в этих селах. Это, с одной стороны, Мазуры, а с другой стороны, Гуцулы или Гурали. Современная польская община на территории Боснии и Герцеговины весьма немногочисленна. И мы можем говорить о том, что она находится на грани своего исчезновения. На момент проведения экспедиции насчитывалось около десяти носителей того самого Говара. Но, естественно, в разные периоды времени их было гораздо больше. Если мы говорим о XX веке, то максимальное число достигло 15 тысяч человек, представителей общины. Но после 1945 года в результате договора Югославии и Польши большинство поляков, ну, практически все были репатрированы на территорию Польши. И лишь некоторые остались на территории Югославии. Вот, в частности, село Челиновоц. Такое сегодня является таким примером польского села на территории Боснии и Герцеговины. Здесь мы можем видеть некоторые образцы языкового ландшафта. Речь идет о церкви в селе Челиновоц, двуязычные надписи. И в селе Деветина расположено заброшенное уже польское кладбище. Мы можем видеть, что здесь надписи тублируются также на польском языке. При этом само название села приведено на сербском языке вместо распространенного польского названия. Речь идет о том, что представители современного польского меньшинства, которое официально признанно в республике Сербской, и наряду с украинцами, чехами, итальянцами и так далее, и другими представителями национальных меньшинств, не все из них постоянно проживают в этом селе Челиновоц. Некоторую часть мы находим в Словении, в городе Есенице, на границе Словении и Австрии, куда массово начали переселяться жители этого села еще с середины XX века на работу. Это трудовая миграция. И свое родное село, они все являются уроженцами этого села, это в основном пожилые люди, они приезжают в основном в период каникул, либо же навестить своих родственников и проведать свои дома. Вот таким образом характеризуют языковую ситуацию. Один информант, запись 18-го года. Тата был Луцу, не Луцу, него Луцу, а мама Мазур. И они говорили, робили, пришли, пошли. Я пойду, я сделала, я сделала, я сделала то, а тата инакция. Тата говорили, а мама говорили, Здесь этот отрывок интересен тем, что мы видим, и переключение кода в одном высказывании. И в содержательном плане информант говорит о том, что в одной семье отец был Луцулом, а мама из Мазур. И также разделяется то, как одни говорили, мувили Мазуры, а Луцулы говорили. И в одной семье получается, что информанты больше наследовали речевые образцы матери и бабушки по материнной линии, поскольку больше проводили время с ними, тогда как отец работал в поле. Но, тем не менее, вот эта разница диалектов даже в одной семье не создавала каких-то препятствий для общения. И вот мы видим, что али то и едно, то и сти говор, это один и тот же язык. И все понимают, но только по-другому говорят. Перейдем теперь к характеристике самых основных, поскольку время у нас ограничено, фонетических и морфологических признаков языка информантов. Прежде всего, речь пойдет о носовых. Носовые переднего и заднего ряда сужаются. И мы видим такие примеры. Пиндзесюнт шустыго. Пениндзе ще дарувало. На всески швинта. Мусяло бычь ружны миньца. Вместо ружны миньца. Следующий пример. Тшиме щунцы. Мещунцы мусяло ще до пшунца. Шнурувки жюнзало ще. Былы за юнцы само. И так далее. Что касается носового переднего ряда в позиции конца слова, то мы видим здесь следующие примеры. Тепирше воде жутце. И потом добже умы е. Мы видим утрату носового призвука. Без жиме ще готуе. В течение зимы готовиться. Цо е подшебно захалупе. Что нужно для дома. Что касается носового заднего ряда в позиции конца слова, то мы видим разную реализацию. Как и бифонемное сочетание, так и просто о или у. Залея водум. И як залее водум, виньца ще воды недолио. Молодых цо бычь разэм. Молодые хотят быть вместе. Обычно так поведзу. И случай, когда мы видим глагол бычь в будущем времени, в середине слова, мы здесь видим утрату носового призвука. Кеды, бэджи, новый рок. Далее. Для информантов, для говора, для говора, которому идет речь, характерно произношение и или и на месте э долгого. В частности, на месте янь. Потом як шник был. Вместо польского шник. Хлип, вим, млико. И перед носовыми согласными. Это такие примеры, как джинь, пениндзе или тын. Рефлексы о перед носовыми согласными. Здесь мы находим в основном у. Запумнял, як то еще называло. То моя жуна вместо жона. И ун на хармонии вив шыстхе колинды вместо он. Накраяли сплунины до широтка. Нарезали сало до середины. Кровозгиня або пунь. Коровая сдохнет или конь, или лошадь. Произношение о на месте а широко распространено в этом говоре. И мы видим такие примеры. Там мамы кощу в гуже. Вместо там мамы. Там у нас есть церковь наверху. Два ночи. Рос пшишет вместо раз пшишет. Один раз пришел. Но я тут не жим в жиме, то не вим то. Но я тут не есть зимой. Я тут не нахожусь зимой, поэтому я не знаю. Ёйка вместо яйка. Щоли вместо щали. Сеяли. Виншовали и щоли, абы целый рок был родный. Потем дали тым хлопаком вместо хлопаком полеки. Вместо полеки. То были ружи фетки. И о ту полеки гадали мамалига. В этом примере мы видим сразу два случая, когда вместо А находим О. Есть следы мазурения, прежде всего цопканья. Мы здесь находим такие примеры, как сырбы по маю и на це. И на чей. Затым цас я зачепло. Цас час. Потом цостек до гуры. Цостек, чеснок, чеснок. Потом добавляют чеснок сверху. Что касается консонантизма. Здесь мы отмечаем протезы. Прежде всего, то зруби воду в овцов. Это делали из овец. И как нас старше научили войчец и матка. Как нас родители научили отец и мать. Что касается уже каких-то морфологических особенностей. Здесь интересны претеритальные формы глаголов на нонч. Цибули троха нажнений. Вжун. Мама си вжини заднятын опадок. Мама последний возьмет эту просфору. Как сказать. То, что давали в костюле. Местоимения и предлоги. Здесь мы находим такие формы диалектные. Как фто вместо кто. Предлог без лято. Пши-де. Пши-де. Пши-е. Ату-не. В течение года. Предлог каля. Каля кощева по вожу. Около костюла. И такие формы, как дже-хто-чека. Кто-то ждет. Дже-хто. Интересные формы прошедшего времени. В частности, вспомогательный глагол в первом лице единственного числа. Очень широко распространенная форма. Здесь приведены примеры, как положительные, так и отрицательные. Я поехал так работать в Словении. Первое лицо единственного. Польский тегу нежим учил. По-польски я этого не учил. Терас нежим виджу заюнца. Сейчас я не видел зайца. Перейдем теперь к рассмотрению собственно контактных элементов, которые возникают, естественно, возникают в такой интересной языковой ситуации взаимодействии польского говора с языком южнославянских соседей, с сербским языком. Прежде всего, в области неопределенных мест имени и наречий. Наречий мы выделяем вот эту частичку год, которая может иметь как твердый, так и мягкий исход. И находим такие примеры. Кеды год, цеш робич. Когда угодно, когда ты хочешь работать. И джева меньше, что салгоч. И джева имеется в виду деревья, дрова, смешивать и что угодно. Заимствованные предлоги и союзы. Очень распространено заимствование предлога за и его использование как во временном значении, так и в целевом. Как и с существительными, так и с глаголами. И мы видим, за Божье народзение так же готовало голубки. На Рождество готовили голубцы. Или же тут была бляха заготовач. Там был запиц хлеб. Тут был этот противень жестяной для того, чтобы готовить и для того, чтобы печь хлеб. И следующий пример. Мы находим использование союза него в сравнительной конструкции. Мы тут немовимая слава. Него мы тут говорим о сербской славе. А мы тут говорим храмовый праздник святого Михаила. Архангелла Михаила. И вот этот него встречается как и с твердым «н», так и с мягким. Может быть, него, может быть, него. Естественно, не обходятся и беззаимственные лексики. Причем тут фиксируется как сербизм, что, естественно, так и словенизм. Речь идет прежде всего об информантах, которые работают в Словении. Мы видим здесь как и дискурсивные маркеры «баш», «барем», так и полноценные слова, при том, что не только слова в их, скажем так, сербском варианте, но и в адаптированном варианте глагол. Вот предпоследний пример в этом левом столбце. «Захчевавы», «там мом и кощу в гужи» «захчевавы». Требовали, требовали, имеется в виду проводить, читать молитвы по-польски. У нас там церковь, костел наверху и требовали. Глагол «захчеваты» мы его видим вот в такой уже адаптированной польской форме. Что касается словенизмов, можно здесь привести один. «Каждый достанете положницы на три раза заплачить». Каждый получит вот эти самые счета. Три раза вот они придут, и нужно заплатить. Информант рассказывает об особенности уплаты налогов в Словении. Естественно, появляется словенизм. Интересны и очень любопытны формы вспомогательного глагола в разных конструкциях, в формах прошедшего времени, в пассивных конструкциях. Здесь мы видим, например, по тем, то есть там «е» было джурка. Форма третьего лица единственного числа. Появляется вспомогательный глагол «е», которого, в общем-то, здесь мы не ожидаем увидеть. Формы глагола третьего лица множественного числа, как, например, «су запрошуны он модых», приглашаемый молодыми. «Як суту юш называвы, босутам гуры» можно было бы действительно соотнести с влиянием сербского языка, тогда как, исходя из того, какие процессы происходят в польском говоре, здесь можно также предположить и непосредственно развитие таких форм в самом польском диалекте, в самом польском говоре. Но в любом случае функционирование таких форм в сербском языке поддерживает именно эти формы и в польском говоре. И здесь интересен последний пример. «Само сам запомняла, якши называва тыму». Только я забыла, как это называли. Здесь мы видим, что заимствуется вспомогательный глагол в прошедшем времени «сам», краткая форма глагола «быть». При том, что, я чуть вернусь назад, мы видели, что вполне функционируют формы исконной диалектной «жем-жим». Таким образом наблюдается здесь та самая гибридизация, когда даже сербские формы могут вытеснять исконные формы в польском диалекте. Ну и последний сюжет – это мета-языковые комментарии, которых очень много в интервью записанных с информантами. Здесь два таких самых интересных. «Гжибы» – это православцы, называя «юрчки» в «ргане». В «ргане», то и «гжиб». Речь идет о том, как православные, если серба, называют «грибы», это «вргань». И второй пример. Информанты испытывают трудности с называнием месяцев по-польски на литературном польском языке. Они здесь специально останавливаются и долго размышляют о том, как это могло бы быть по-польски. То и другого, как еще называют «вэляча» – по-польски «другий месяц». «Мум там календарь в гуже польский и не научище». Это второго, как называют «вэляча», в данном случае хорватское название проведено, а по-польски это второй месяц. У меня информант как бы оправдывается, у меня тут там календарь наверху висит, и по-польски я не выучил. Можно назвать месяц по порядковому числительному второй месяц, либо же по-хорватски, но польское название здесь не проведено. И таким образом, уже можно подводить некоторые итоги, польский говор на территории Боснии и Герцеговины, в отличие от польских говоров, тех же Буковинских гурали в Буковине, на Буковине, он практически не исследован. Есть записи югославского этнографа Душина-Дерлячи, но они больше касаются этнографии. Языку там посвящено очень мало, отделено очень мало места, хотя и есть любопытные наблюдения. Естественно, такие исследователи, как Хелена Красовска, которые в последнее время занимаются, польские исследователи говором поляков на Буковине, описывают и социолингвистическую ситуацию, и языковые черты, прежде всего, и лексические тех говоров. И польский говор на территории Боснии, к сожалению, не был удостоен такого описания. Это еще более настораживает, поскольку лет через 10 практически все носители, через 10 мы можем говорить о том, что польский говор в этих местах уже будет тяжело встретить, тяжело его встретить уже и сейчас. И перспективы исследования связаны с тем, что некоторые носители этого говора проживают на тех самых землях в Польше, куда они были репатрированы после 1945 года, и с исследованием той самой польской общины из Челиновца, которая проживает в славянском городе Ясеница. Также хочется еще раз отметить, что сам этот польский говор является уникальным, поскольку он переселенческий и сохраняет многие архаичные черты именно в Буковинске, и испытывает влияние сербского языка, что приводит к появлению очень интересных гибридных форм, прежде всего в области морфологии. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Игорь Петрович. Тогда мы заканчиваем запись. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok